Реквием Реквием в Эрди очень отличается от большинства произведений такого жанра. Если на то время и до того и после того композиторы придерживались в Реквиеме, главная тема – вечный покой, общее должно было быть смирение, принятие неизбежного и надежда на спасение. Здесь в Реквием в Эрди все по-другому. Он по жизни был бунтарь. Человек свободолюбивый, очень страстный. И все его произведения, чем знаменитые оперы, воли к жизни, все его герои в операх – чрезвычайно сильные духом люди. И вот как судьба ломает таких людей, как они сопротивляются, как они пытаются противостоять неизбежному, но сражаются до конца. Это есть в его операх, это есть в Реквиеме. В Реквиеме он не принимает неизбежное, он требует. Очень много есть вещей, когда «сальваме» значит «спаси меня». Речь не идет о том, что это как милость. Нет, он требует у Бога. Он говорит «ты создал меня, ты должен меня защитить, ты должен меня спасти, ты должен». Коренная как бы фраза. В конце, последняя часть, которую он написал гораздо раньше всего остального Реквиема, «либо Роме, освободи меня», тоже проходит через огромнейшее преобразование, преломление, где есть и гнев, и требования, и мольба. Сам язык музыкальный, это действительно похоже на оперу. Как и говорили, это последняя опера Верди. Ну, на тот момент так думали, но оказалось, у него не последняя. Был еще Фальстов. Но это воспринимается как духовная опера, можно так сказать. Вся драматургия Реквиема построена на контрастах. И вот этот день гнева, номер, который присутствует у него несколько раз, причем каждый раз он вырастает во что-то новое, скажем так. Он предваряет какое-то новое развитие. Но каждый раз он его использует там, причем в некоторых местах совершенно неожиданно, просто ломая всю фактуру, абсолютно обрушивая то какое-то уже со сложившееся какое-то состояние, какой-то надежды, какой-то устойчивости хоть какой-то, да, все рушится. Причем мощность этого номера заключается в том, что это крах, трагедия ни одного человека. Это трагедия человечества, мира. То есть весь мир рухнул. Просто конец человечества. То есть катастрофа. После первого проведения Диас Иры, что звучит потом? Морс. Все умерло. Даже природа, даже смерть поражена. Там такие слова. Природа поражена. Все сущее обрушилось. Это огромнейший стресс для всей Вселенной, скажем так. То есть масштабы колоссальные. И это очень ярко передается. То есть есть кульминации громкие Диас Иры, да? А есть кульминации гораздо более глубокие. На пиани-сима. Кульминация в тишине. Вот там, где идет эта секунда тишины, которую невозможно пережить. Внутренний мир все-таки здесь превалирует. Эмоциональность и экспрессия. Что не свойственно для реквимов. Ни до, ни после настолько экспрессивного реквима никто не написал. Настолько показано переживание человека или всего человечества, скажем так. Здесь именно отражается в максимальной степени. То есть здесь нет полного смирения. Есть реакция переживания сильного человека. Очень сильного духом человека, который это все должен как-то в себе переосилить, пересмыслить и не потерять надежды на спасение. И заканчивается реквим как бы в мажоре, заканчивается и надеждой, и отсутствием этой надежды. Этот мажор, он двояк. Двояк, это как бы основная ступень тоника, но непонятно она основная, или это доминанта к чему-то. Это конец, или это еще все-таки продолжение. Здесь есть какой-то такой небольшой в конце вопрос. Нужно отметить, что в работе над этим реквилом есть определенные сложности, потому что, конечно, такого рода музыка, такой глубины и концентрации внутренней напряженности в каждом звуке не так много у нас. Здесь затрагиваются такие пласты человеческого осознания, погружения в этот образ, настолько глубокий должен быть, что здесь нужно в какой-то степени отказаться от себя, отказаться от осознания себя, от какого-то эго внутреннего, каких-то банальностей. Потому что здесь, если ты не будешь смотреть в корень проблемы, то, о чем писал Верди, то, что он хотел передать музыкой, здесь должна быть точная подача звука. Здесь не должно быть некоторых эмоциональных артефактов в голосе, скажем так, у солистов, которые, с одной стороны, могут показать какую-то очень высокую эмоциональность, экзальтированность даже в каких-то муляциях, но на самом деле она может скрывать какие-то, скажем так, недостатки, а какие-то шершавости, которые за потоком эмоций, они скрываются, это все выглядит довольно как бы убедительно. Здесь этим пользоваться нельзя, здесь должно быть именно чистое звучание, точная подача, интонирование, ну и самое главное, внутренняя насыщенность содержанием. Вот с этим мы, конечно, имеем здесь много еще сложностей, потому что все-таки такую музыку мы играем довольно редко, к сожалению. А эта музыка, она организовывает внутри, она отделяет, как говорится, зерна от плевел, все-таки напоминает всем музыкантам, солистам, какой действительно у них голос натуральный, естественный, тот, который должен быть. Потому что очень много музыкального материала поют, может быть, несвойственного им, может быть, ну скажем так, немножко приукрашенного. Здесь это приукрашивание должно быть убрано, должен оставаться натуральный свой звук и в оркестре, и у солистов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok